Система QR-кодов вводится в Тверской области с понедельника 25 октября. Такое решение принял губернатор Игорь Руденя. Это касается посетителей крупных магазинов, торговых центров и больших ТРЦ. Вкупе с увеличением продолжительности ноябрьских выходных, эта мера должна помочь в борьбе с коронавирусом. Как у простых граждан, так и у бизнеса сложное отношение к этим шагам. Если люди по большей части их одобряют, то предприниматели опасаются резкого падения выручки. Всем памятен весенний локдаун 2020 года, когда улицы городов буквально вымерли, а многие предприятия и организации остановили свою работу. Тогда это был сильный удар по бизнесу. Неудивительно, что предприниматели с настороженностью восприняли решение федеральных властей продлить ноябрьские выходные. Тем более, что во многих регионах эту меру стали распространять и на последнюю неделю уходящего месяца. Ломаются какие-то выстроенные связи, нарушается технологический процесс. Кроме того, и в сфере сервиса это также наносит существенный удар и проблемы создает для предпринимателей. Кроме того, в случае локдауна снова встанет вопрос, чем платить зарплату и налоги. И понятно, что даже если федеральные власти выделят какие-то средства, в полной мере убытков бизнеса это не компенсирует. Однако всем ясно, что на такие шаги власти пошли не от хорошей жизни. Страну стремительно накрывает очередная волна COVID-19. Промедление обойдется еще дороже. Поэтому в целом в обществе эта мера воспринимается с пониманием. Хотя воспоминания о прошлом локдауне тоже тревожат людей, которые искренне надеются, что такого теперь не дойдет. Я считаю это правильно, потому что очень много сейчас заразившихся. Вот у меня родители тоже заболели сейчас. Отец дома, а мать в больнице лежит. Поэтому сейчас очень опасно выходить на улицу, я считаю, в общественных местах находиться. Для меня плохо. В финансовом смысле можете пострадать за то, что вам придется отдыхать? Конечно, в финансовом. По мере возможности, конечно, трудиться буду. Но буду стараться держаться за свое здоровье. Если бы действительно, как они говорят, было бы, что людям будут оплачивать эти выходные, ну, может быть, хорошо бы на самом деле было. А так как никому ничего не оплачивается? Нет, конечно. Конечно, это плохо. То, что работает, естественно, отрицательно. Но такая ситуация сложилась. А что делать? Как для частного предпринимателя это не очень хорошо, потому что зарплаты, налоги и аренду никто не отменяет. При этом, зная, что многие россияне восприняли продление выходных как внеочередные каникулы, праздник, федеральные власти призывают людей не отправляться в путешествие за границу или по регионам. Ведь уже целый ряд СМИ написал, что россияне стали массово покупать авиабилеты и бронировать отели, в том числе и в субъектах страны. Стоит отметить, что речи не идет о закрытии гостиниц, турбаз, развлекательных и торговых учреждений. В Тверской области решено ввести систему допуска через QR-коды. Правда, зная о невысокой активности граждан в деле вакцинации, рестораторы, например, пессимистично расценивают свои перспективы. С QR-кодами мы потеряем процентов 80 наших гостей, не меньше. После пандемии мы и так не вернулись своих гостей полноценно. И сейчас потерять порядка 80 процентов, ну это в принципе нам можно не работать вообще. Кроме того, непонятно, а что делать тем, кто не может получить QR-код, если он не пришел на госуслуги. Или человек переболел, и ему пока прививаться не надо. Ну или если вакцинация противопоказана с медицинской точки зрения. Для остальных же, кто хочет, чтобы предстоящие выходные были именно настоящими праздниками, то лучше привиться, дабы получить заветный QR-код. В противном случае, все ноябрьские каникулы придется провести дома, на самоизоляции.